В этом году в Самаре обновили 64 объекта общей протяженностью 66 километров. Все это благодаря средствам нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Особое внимание уделили проблемным участкам, которые выбирали с учетом пожеланий жителей областной столицы и предписаний ГИБДД. Так, в числе первых, дорожные службы начали обновлять методом больших карт Ракитовское шоссе. Раньше была очень напряженная здесь дорога. Постоянно она была разбитая, постоянно тут фуры стояли, было очень много аварий. После реконструкции дорога разгрузилась, стало легче добираться до работы. Ну, в принципе, и все хорошо. Ремонт Ракитовского шоссе проведен на участке от Московского шоссе до улиц Магистральный, включая путепровод Ракитовский. Притяженность порядка будет. «Дорога прошла все проверки на качество, на соответствующие группы ГОСТа и СНИПы. После укладки асфальта бетонной смеси нанесли разметочку для водителей. Сейчас дорога удобная для всех водителей». Эксперты отметили, что по Ракитовскому шоссе было больше всего обращений горожан. Общественное мнение учитывалось еще на стадии подготовки проектов по ремонту. Также общественники принимали участие в контроле на всех этапах обновления дорог, в том числе и приемки. «Это очень нужная программа и очень важно, потому что мы не должны забывать, что финансирование, большая часть финансирования идет с федерального центра. Такие денег просто нету в городе и в регионе, чтобы отремонтировать так много дорог. Поэтому именно эта программа с последние годы помогла, чтобы появилось такие дороги, как Ракитовская шоссе». «Создать качественную и надежную транспортную инфраструктуру, а также снизить количество очагов аварийности. Такой подход в приоритете. Например, на улице Вольской кроме ремонта дорожного полотна установили островки безопасности и дополнительно обустроили карманы для паркинга. Нововведения разработали совместно с ГИБДД города. На улице Вольской это особенно важно, так как рядом находится городская больница имени Симашко и учебные учреждения. «Должен быть свободный проезд около больницы, чтобы больные могли спокойно посетить ее, остановиться около больницы, высадить больного и, соответственно, не создавать помехи движению. Робок был меньше». Новый ГОСТ и нацпроект «Безопасные качественные дороги» предписывают использовать только современные долговечные материалы. Это особенно важно, когда дело касается крупных городских дорог. Например, проспекта Кирова. Современные материалы применили и во время ремонта дороги на пятой просеке, которая проходит вдоль новой школы. «В текущем году на территории городского округа Самара впервые применялись новые асфальтобетонные смеси, применяемые как на покрытии проезжей части, так и на литой асфальтобетонной смеси трамвайных путей, так и на тротуарах. То есть применение было широким, и мы надеемся на долгий срок службы и хорошее состояние». Также во время обновления самарские дороги и пешеходные зоны стараются сделать комфортными и безопасными, в том числе и для маломобильных групп населения. Именно по этой причине особое внимание к устройству пандусов, тактильных плиточных элементов. Подводя промежуточные итоги реализации нацпроекта, специалисты отмечают, что ремонт городских дорог выполнили с опережением графика, даже несмотря на увеличенный объем работ. Так, в начале года планировали обновить чуть больше 48 километров дорожного полотна. По факту отремонтировать удалось почти 67 километров. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.